Здравствуйте, Александр Васильевич. Мы сегодня с вами встретились на чемпионате России среди студентов. Этот чемпионат проводит Российская студенческая лига дзюдо. И хотелось бы узнать, какие на сегодняшний день успехи у Российской студенческой лиги дзюдо. Соревнования проводит Министерство спорта с Федерацией дзюдо России. И студенческая лига дзюдо. Перспективы развития очень хорошие. В этом году не было универсиады. Универсиада будет в следующем году. Она будет проходить в Карелии. Но предыдущая была, как вы знаете, в Казани. Российская команда достаточно хорошая, грудная результат. И в Казани. И в Казани. И в Казани. Этот чемпионат, он сегодняшний, он является отбором на какие турниры? Это просто проходящий турнир. Всероссийский турнир. Его называют чемпионом. А чемпионат у нас только один. А это всероссийский турнир по студентам. Но после этого турнира будет отбираться команда. Будет формироваться команда. Первые места, возможно, поедут на какой-нибудь турнир. Это определит федерация. Дзюдо России. Турнир Б. Группа Б. И это будет проверка студенческой команды. Но основная команда будет отбираться по совместным главным тренерам. А кто сейчас, есть ли такая должность как главный тренер студенческой сборной команды? Это главный тренер студенческой команды. Это Константин Философов, Морозов, Дмитрий. Это те люди, которые формируют и основную команду. Национальную команду. И студенческую. То есть, как бы, различий нет. То есть, студенческая сборная, в принципе, она и есть в основном. То есть, и национальная. И явного различия. Национальная команда, только студенты. Национальная команда, если это не студенты, только в этом случае они претендуют на попадание в команду в Морозово. Сколько вообще турниров и какой насыщен ли календарь российской студенческой лиги дзюдо? Нет. На данный момент, еще мы только формируем на следующий год. Савдор Владимировичем, мы будем садиться и определить. Какие турниры, какие, как лучше это сделать для студенческой команды? Есть ли какая-то градация в студенческой лиге дзюдо? Допустим, ну понятно, что есть студенты, которые, ну, невысокого уровня, да, квалификации. Есть ли какая-то градация, допустим, турниры, группы, допустим, А, Б, С. Планируется ли такое разделение? Такая градация есть. Это градация в смысле чемпионат Москвы по студентам, а чемпионат других округов проводится по студентам, а потом они выходят в чемпионат России. С кем, я так понял, что Российская студенческая лига дзюдо сотрудничает с Федерацией дзюдо России, с какими другими организациями развивающими дзюдо? С основными, есть студенческий союз, есть федерация дзюдо России, и студенческая лига дзюдо, она непосредственно подчиняется студенческому союзу, российскому студенческому союзу. Который возглавляет Матрицын. Сколько на сегодняшний день российских студентов входит в основной состав национальной сборной команды России? По численности не знаю, но практически все студенты учатся, все, кому не исполнилось 27 лет, и он именно за студентом, все могут участвовать в универсиадах. Я думаю, что на данный момент вся сборная, те члены сборной, которые тренируются в основной команде, они являются все студентами, потому что я молодой возраст, и я знаю, что у нас все должны учиться. Ну и в заключение, что вы можете пожелать тем студентам, которые сегодня сражаются за звание? Только победы. Это большой опыт, хорошие соревнования, схватки, ровные, приобретение опыта для дальнейшего старта и попадания в сборную команду, в основную сборную команду. Спасибо большое. Успехов!